И все сказали Аминь. Слава Богу! Как вы знаете, мы вернулись после проведения периода времени в Бразилии, и мы очень скучали по вас, но это было очень хорошее время. У нас была свадьба нашей дочери Аланы, это было прекрасно. И мы посетили нашу семью, наших дорогих учеников, наших братьев и сестер. И это было великолепное время. И также мы проповедовали во многих церквях, в разных городах, в разных штатах. Это было занятое время. И это было так прекрасно видеть, как Бог двигается сверхъестественным образом. Много людей были исцелены мгновенно. После слова сотни людей были спасены, и очень много людей Бог исцелил. И это было так прекрасно видеть, как люди изменяются, изменены, люди рождаются свыше. И также много людей, которые пришли к Иисусу. И мы вернулись с нашими сердцами, полными верой и больших ожиданий того, что Бог собирается сделать среди нас. Что Бог делал в эти дни в Бразилии, Он тот же Бог, и Он сделает то же самое в вашей жизни и моей жизни. Вы согласны? И сегодня я хочу поделиться с вами, что Бог положил в мое сердце. И, пожалуйста, скажите человеку рядом с вами, подготовь свое сердце. Потому что Бог будет говорить к вам. У меня есть вопрос к вам. Вы со мной? Вопрос. Какова ваша жизнь, христианина? Какова ваша духовная жизнь? Каковы ваши взаимоотношения с Богом? Я не говорю о религии. Я не говорю о том, что вы приходите в церковь, сидите и слушайте. Я спрашиваю, каковы ваши взаимоотношения с вашим Папой? Обратите внимание, что я хочу сказать. Самая плохая вещь в христианской жизни, когда они становятся христианами, которыми живут обычной христианской жизнью, без испытания сверхъестественного, без опыта сверхъестественного. Это самая худшая вещь. Что я имею в виду, когда я говорю это? Много людей, они служат Богу, но они не видят больше, как Бог двигается в их жизни. Они служат Господу, они в церкви, но они не слышат больше голос Бога. Или, в конце концов, эти люди становятся теплыми, и они просто приходят в церковь, но их жизнь очень теплая. Это самая плохая вещь, которая может случиться в жизни настоящего христианина, который был рожден свыше. И я хочу спросить вас снова, какова ваша жизнь? Вы в огне для Бога. Потому что сегодня я хочу призвать всех вас выйти из этой духовной теплоты. Можете сказать аминь? Вам нужно выйти из этой теплоты. Вам нужно выйти из этой теплой жизни, естественной жизни. Вам нужно выйти из этой естественной жизни, теплоты. Мои братья и сестры, естественная жизнь – это жизнь для людей, которые не служат Богу. Это естественная жизнь, которая не служит Богу. Нет чудес, нет силы Божьей, нет голоса Божьего. Это жизнь естественная для людей, которые не рождены свыше. Но для рожденных свышех христиан должны жить сверхъестественной жизнью. И сегодня Бог хочет наполнить вас Духом Святым. Я сказала, что Бог хочет наполнить вас Духом Святым. Бог хочет говорить к вам. Он хочет зажечь ваше сердце снова. И вы будете ходить в силе Духа Святого. Как многие из вас хотят быть зажжены, гореть огнем? Как многие из вас хотят быть использованы Богом силой Духа Святого и вести сверхъестественную жизнь? И это мое сообщение сегодня к вам. Ожидайте сверхъестественного. И скажите человеку рядом с вами, ожидайте сверхъестественного. Как многие из вас ожидают обещания Божьей, обетования Божьей? Кто ожидает обетования Божьей? И эта Библия, она полна обетований во всех сферах нашей жизни. И здесь обетования для вашего здоровья, для вашей семейной жизни, для вашего брака, для вашей профессиональной жизни, для вашей духовной жизни, для вашего служения, и также для вашего будущего в вечности. Что вы ожидаете? Сегодняшнее сообщение, ожидайте сверхъестественного. И Бог хочет, чтобы вы... Скажите человеку рядом с вами, что Бог хочет, чтобы вы испытали сверхъестественное в каждой сфере вашей жизни. Я хочу прочитать вам пример, чтобы для вас... Потому что некоторые думают, что Бог хочет благословить вас только духовно. Но это не так, потому что Иисус сказал, что «Я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком». Но многие люди смотрят на нас, и они не видят жизнь с избытком в нас. Они смотрят на нас, но не видят силы Божьей в нашей жизни. И как они будут верить в Иисуса? Как? Если они не видят этого сверхъестественного в нашей жизни. И, например, в сфере физического здоровья, может быть, вам нужно какое-то исцеление в вашем теле. Давайте прочитаем Исход 23 глава, 25 стих. Давайте прочитаем вместе. «Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». «Отвращу от вас все болезни». Это написано в Библии. Да. Вы будете служить Господу, и Он благословит вашу хлеб, вашу воду, и Он заберет от вас все ваши болезни. Давайте прочитаем Притчи 4 глава, 20-22 стих. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравия для всего тела Его». Как многие из вас верят этому обетованию? Я верю. «Что я учу вас?» Это... Что эта Библия, она полна обетования во всех сферах вашей жизни, в здоровье, в вашем браке, в вашем профессиональной жизни, в вашей духовной жизни. Это не духовности, потому что если вы только духовны, никто не будет верить вам. Но все сферы вашей жизни должны быть примером вне церкви. Почему? Потому что свет Христовый будет светить на вас, и люди увидят Иисуса в вашей жизни, и что Он делает в вашей жизни. Можете сказать «Аминь». Многие люди говорят мне, «О, пастор, если Бог обещал, то Бог сделает это, Бог исполнит это». И в Библии люди, которые получили чудо и испытывали сверхъестественное, у них были ожидания. Это не просто сказать, «О, Бог обещал, и Он сделает». «Нет». Вам нужно обратить внимание на это, что все, кто получили чудо, они испытали сверхъестественное, и у них были ожидания, у них была вера в их сердце. И после этого они получили чудо. И они шли за чудом и получили чудо. Я хочу поделиться о Бразилии, когда я был там недавно. Я посетил несколько церквей в Бразилии. И, как я говорил, я проповедовал в разных городах, в разных штатах, во многих местах. Но в одной особенной церкви во всех церквях я видел чудеса. С первой церкви, как я начал проповедовать, я видел много чудес. Но в конце я посетил одну особенную церковь, и уровень исцеления в этой церкви после моего учения каждый получил слово. Много людей были спасены. И половина церкви получили какие-то исцеления. пол-церкви. И я помню, что я проповедовал одно служение с утра, и много людей были исцелены. И один мужчина, он не мог прийти на богослужение, потому что у него был мини-инфаркт, и он не мог ходить. И он позвонил пастору в церкви, и он сказал, пастор, я не могу прийти в церковь, но, пожалуйста, позови пастора Марсио домой ко мне. И пастор пришел ко мне и сказал, Марсио, можешь ты поехать, пойти после богослужения посетить этого брата? Я сказал, да. И когда я вошел в его дом, он лежал на кровати. У него был удар, и вся часть, правая часть его тела была парализована, и он не мог ходить больше, чем год. И когда я вошел, я улыбнулся ему, и он начал плакать. Он начал плакать и сказал, спасибо, пастор, спасибо, потому что ты пришел, и я ожидал тебя. И я посмотрел на него и сказал, и Бог посетит тебя сегодня. И он посмотрел на меня и сказал, я знаю, я знаю, что я буду исцелен. И я возложил свои руки на него, и я сказал, во имя Иисуса будь восстановлен, получи исцеление во имя Иисуса, встань и ходи. И он лежал на кровати, я взял его руки и поднял его. Он начал стоять с какими-то сложностями, и затем он начал идти. И я провел его со спальни до жилой комнаты и сказал ему, сейчас ты можешь идти в свою спальню обратно сам. И он пошел. Почему я говорю вам, когда я закончил в этом городе, в этой церкви, половина церкви получили какие-то исцеления. Одной женщине были проблемы с глазами, она не могла видеть. И она пришла и сказала, пастор, у меня есть проблема. Она сказала название болезнь, которую она имела в глазах. И она не могла видеть. И она подошла ко мне и сказала, можешь помолиться за меня? И я сказал, да. И я сказал, ты знаешь, что Господь исцелит тебя? Она сказала, да, я знаю. Я возложил свои руки на ее глаза во имя Иисуса. Будь исцелена. И я убрал мои руки. И она сказала, я могу видеть, я могу видеть. И в этой церкви очень много чудес случилось. И я был так счастлив видеть столько много людей исцеленными. исцеления. Но когда я ехал домой, я начал спрашивать Бог. Спросил Бог, почему? Почему? Почему столько несколько людей были исцелены в этой церкви первой, в других городах? Почему в этом особенном городе столько много людей получили исцеление? Почему? И я спрашивал Бога. И Бог проговорил к моему сердцу. Марсю, помнишь, что даже Иисус не мог сделать много чудес в его родном городе? Потому что они не почтили его, не верили в него. Давайте прочитаем книга Марк, 6 глава, с 4 до 5 стих. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. Если вы хотите увидеть сверхъестественное от Бога, вам нужно иметь ожидание. Это то, что я видел, я видел людей, которые ожидали, и они смотрели на меня и говорили, я хочу услышать это слово. и когда я смотрел, и когда я начал проповедовать это слово, я смотрел на вас, и вы даже не слушали меня. у каждого есть Библия, у каждого есть Библия, у тех, у кого, кто уважает Иисуса, они говорят, Иисус, я жду чего-то. У них есть ожидание от Бога. обычная христианская жизнь должна быть сверхъестественной жизнью. Обычная христианская жизнь должна быть сверхъестественной. Если вы христианин, у вас должно быть сверхъестественное в жизни. Если у вас нет сверхъестественного, люди не будут верить вам, не поверят вам. Во что не поверят? Просто как попугай говорит. Если вы научите говорить попугая, он тоже может говорить. И очень много христиан, которые просто говорят и говорят, но у них нет сверхъестественного. Когда вы читаете эту книгу, что вы можете видеть в этой книге, когда вы ее читаете? Читаете ли вы Библию? Если нет, то вам нужно начать читать эту книгу. Когда я был рожден свыше, я начал читать эту книгу, и я был восхищен. Почему? Потому что эта книга – это сверхъестественная книга. С бытия до Откровения. Вы увидите, как Бог открыл Красное море. Вы увидите, как мана падала с неба и давала еду, пропитание людям. Вы увидите множество людей, тысячи, миллионы, тысячи людей, сотни тысяч людей, тысяч людей, которых накормили просто хлебом и рыбой, несколькими рыбками. И вы увидите много сверхъестественного в этой книге. Библейская христианская жизнь – это сверхъестественная жизнь. Когда я был рожден свыше, с того времени я молился Богу и говорил, Бог, пожалуйста, не позволь мне стать теплым христианином. Я не хочу быть теплым христианином, я хочу быть в огне, я хочу гореть для тебя. И когда я чувствовал, что мое сердце не горит, я шел искать Иисуса, я шел в присутствие Бога, чтобы Он снова зажег огонь в моем сердце. И я хочу призвать вас, чтобы вы пошли. Идите в Божье присутствие. Почему? Потому что Еремея 29, 13 говорит, «И взыщите Меня, и найдете Меня, если взыщите Меня всем сердцем вашим». Вы вкладываете свое сердце, чтобы сделать деньги, чтобы работать тяжело, на многие вещи, но не настраиваете свое сердце искать Бога. Хотя Библия говорит, что если взыщите Меня, то вы взыщите Меня и найдете Меня. Бог призывает вас, ищите Меня, и вы увидите сверхъестественное. 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 4 глава, 20 стих. «Ибо Царство Божие не в Слове, а в Силе». 2 Коринфянам, 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, «Ибо Царство Божие не в Слове, а в Силе». 2 Коринфянам, 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 18 «Ибо Слово, о Кресте для погибающих, и уродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Для нас это сообщение изменения, трансформации. И Слово о кресте для нас освобождение. Это Слово, которое приводит к сверхъестественному. И я хочу призвать вас, пожалуйста, начните жить такой жизнью. Вы со мной или вы спите? А в один день Иисус сказал, приди и следуй за мной. Он сказал это людям, которые не были образованы. У них не было диплома, не было теологии. Большинство из них были рыбаки, фермеры. И он сказал, придите ко мне, я сделаю вас ловцами человеков. И те, кто простые, идите и проповедуйте Евангелие. Изгоняйте демонов, лечите больных. И что они сделали? Они шли, и они начали проповедовать. Они послушались. И что случилось? Они вернулись и сказали, Господи, Господи, Твое имя такое мощное. Мы проповедовали Евангелие. Люди исцелялись. И даже демоны слушаются имени Твоего, боятся имени Твоего. И что они делали? Они послушались. Они не просто сидели в церкви и ждали. Они шли. И вы знаете, почему мы не видим столько многих чудес? Потому что у нас нет ожидания. Мы ничего не ожидаем. Кто ожидает ничего, тот и получит ничего. Скажите человеку рядом с вами, если вы ничего не ожидаете, то и вы получите ничего. Ничего и не получите. Вам нужно иметь жизнь, полную ожидания. Аминь. Аминь. Нам нужно верить и ожидать сверхъестественного. Потому что все ожидания Божьи, они для тех, кто верит. Это для вас. Для тех, кто верит. И нам нужно использовать свою веру и верить в более большие вещи, более великие вещи. Ожидаете ли вы великих вещей? Нам нужно воздавать славу Богу за великие вещи. И нам нужно иметь это ожидание. И ждать сверхъестественного. Вам нужно ждать. Потому что в данный момент я жду, я молюсь и я жду, ожидаю. Обратите внимание на то, что я хочу сказать сейчас. Иисус никогда не сказал, «Иди с миром, моя дочь, потому что моя вера исцелила тебя. Иди с миром, моя вера освободила тебя. Ты освобождена моей верой». От Марка 5.34 Он же сказал ей, «Тщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». У Иисуса была вся вера, не так ли? Он был человеком веры. Не говорите, что у Иисуса не было веры. Или у Него была маленькая вера. У Иисуса были все дары Духа Святого. Знания, исцеления, все, что... Но Он излечивал тех, которые приходили к Нему в ожидании и вере. И тогда Бог... Они испытывали сверхъестественное. Давайте прочитаем Лук 13 глава с 10 по 13 стих. Давайте прочитаем вместе. В одной из синагог учил Он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая Духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. И она была сбрямилась и не могла в никакой способе восстановить себя. Но когда Иисус увидел ее, Он сказал ее к ним и сказал ее, В этом тексте мы видим женщину, которое имя мы не знаем. Мы не знаем имя ее отца. Мы не знаем о ее образовании. Мы просто знаем, что она была больна в стрессе и решила верить в Иисуса. Она решила верить в силу Иисуса. Как долго она болела? 18 лет. Она была в болезни по 18 лет. 18 лет, и она решила идти за чудом. Она была больна дома, но она не стояла в закрытом доме, не осталась запертой в доме. Она болела дома, но она не осталась там. То, что вы верите, делает разницу. То, что вы верите, делает разницу. Потому что, когда вы верите, вы будете принимать какие-то действия, какие-то решения. И вера — это решение. Вера — это действие. Вера — это не позитивное мышление. Большинство христиан умеют положительное мышление. Они говорят, «О, хорошо, Бог исцелит меня». Это позитивное мышление. Это не библейское. Это не поможет вам. Потому что все, кто имеет веру, они все что-то делают, они действуют. Обратите внимание. Чудеса, которые Авраам делал. Что Авраам сделал? Он верил, и он предложил своего сына. Он верил, и он строил ковчег. Все, кто верил, они все верили, и они как-то действовали. Женщина с болезнью кровоистечения, она не осталась дома, она шла, и она думала, «Я сделаю что-то». Позитивное мышление — это йога. Но я не проповедую йогу, я проповедую Библию. И если у вас есть вера, вы должны действовать. Вы должны принять какие-то действия. Представьте себе, что эта женщина решила не идти в церковь в тот день. Представьте себе, что эта женщина сказала бы, «О, у меня сильная боль, я не могу идти, я не могу ходить». Но она ждала, если бы она сказала, «Я не чувствую себя хорошо». Я хочу сказать каждому из вас, кто слушает меня прямо сейчас, вы в правильном месте, в правильное время и слушаете Слово Божие. Слово от Господа, не от человека. Я верю в то, что не только моя вера, но это Божье Слово. Я верю в Божье Слово. И если вы верите в Божье Слово, то вы будете испытывать чудеса. И вы будете являть Бога. Свет в тьме, соль земли. И люди будут смотреть на вас, и они не просто будут слышать какие-то слова, потому что очень много слов, но нет силы Божьей. И я хочу призвать вас, идите в присутствие Божие. Потому что Иоанн 11, 40 говорит, Иисус сказал, «Разве не сказал я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Если будешь веровать, увидишь славу Божию. Многие люди хотят сначала увидеть, а потом поверить. Но Иисус сказал, «Верь сначала, и потом действуй, и тогда увидишь славу Божию». Большинство людей определяют свою веру результатом того, чего они видят, что они видят. Есть некоторые люди, которые называют доказательством веры того, что если у вас никогда нет проблем с вашими детьми, что вы никогда не болеете, если у вас очень много денег, и все прекрасно, то есть тогда вы имеете большую веру. Но нет, но это да, это может быть хорошо, но для меня это берет даже большую веру славить Бога, когда у вас нет всех этих вещей. Эта женщина, она пошла в церковь после 18 лет болезни. Значит, у нее была большая вера. 18 лет, это очень долгое время. И ей нужно было решить эту проблему. Я хочу спросить вас, разве легко страдать 18 лет, разве легко болеть 18 лет? Но она решила эту проблему. Может быть, у вас есть проблема, может быть, вы страдаете, боретесь с чем-то долгое время. Может быть. может быть, кто-то в этой комнате, кто-то слушает меня сейчас через интернет, которые борются с проблемой долгое время, которые имеют проблему долгое время. Некоторые из вас, может быть, имеют проблемы со здоровьем, и они смотрят, думают, это невозможно. Но я здесь хочу сказать вам, то, что невозможно с людьми, возможно с Богом. Это то, что я верю. Может быть, вы боретесь, спасаете брак долгое время. продолжайте верить, не останавливайтесь. Эта женщина ожидала и верила 18 лет, и она не остановилась. Я хочу сказать вам, слушать, пока вы меня слушаете, не имеет значения, сколько времени вы ждете. Продолжайте верить. Аминь. Я не забочусь, меня не заботят, как плохо вещи выглядят. Продолжайте верить. Я не забочусь, каковы обстоятельства. Продолжайте верить. Бог не забыл вас. Продолжайте верить. Не имеет значения, сколько лет вы ждете. Продолжайте верить. Как продолжать верить? Вера приходит через слышание Слова Божьего. Я знаю, что сейчас ваше сердце горит. Я знаю, что вы говорите. Я жду и я увижу Чудо Божье. Почему у вас есть эта вера сейчас? Потому что вы слышали Меня, слушали Меня. И что вы слушали? Вы слушали Слово Божье. Вера приходит через слышание, через слышание Слова Божьего. Не останавливайтесь, продолжайте верить. Продолжайте верить и не останавливайтесь. Библия говорит, книга Иакова, 1.21, книга Иакова, 1.21. Примите насаждаемое Слово, Могущее спасти ваши души. Насаждаемое Слово, Могущее спасти ваши души. Насаждаемое Слово, Слово, которое вы получаете. Например, когда вы что-то принимаете в свою кожу, оно становится одно с вашим телом, потому что вы приняли насаждаемое. И... Слово Божие, оно изменит ваши умы. И первая вещь, которая должна быть измениться, это ваше ум. Он полный неверия. И вам нужно... Вам нужно простить людей, вам нужно извиниться перед людьми, чтобы Бог приготовил вас для сверхъестественного. Насаждаемое Слово. Слово, которое было проповедовано, оно становится одним с вами. И оно становится частью ваших мыслей. Слово становится частью ваших мыслей. Насаждаемое Слово, это Слово, которое вы получаете сегодня, оно может спасти и изменить ваш ум. Большинству людей нужно изменение ума. Очень много людей в церкви, но их ум не изменен. У них такой же ум, как и был в прошлом. И сегодня вам нужно иметь этот измененный ум. И иметь хорошее взаимоотношение с Богом и с другими. Аллилуйя. Потому что просто взаимоотношение с Богом не изменит ваши проблемы, не решит ваши проблемы. Насаждаемое Слово, которое вы получаете в свой дух, ваши мысли и ум. И чтобы закончить, Иисус Телл проповедовал, и Он увидел эту женщину, которая страдала 18 лет. Иисус увидел ее посреди толпы. Бог видит вас. Бог видит вас. Иисус проповедовал толпе. Я не знал, где она была. Может быть, в конце самом. Но Иисус увидел ее, Он смотрел на нее. Бог видит вас. Посмотрите на человека рядом с вами и скажите. Скажите, Бог видит вас. И Бог сегодня, Он призовет вас с вашей комфортной зоны, выведет вас из вашей зоны комфорта. Многие люди в зоне комфорта. И Иисус говорит, «Пожалуйста, иди, становись моим учеником, и твоя жизнь перевернется. Ты будешь служить мне, ты будешь испытывать много чудес, но люди будут называть тебя сумасшедшей. Моя семья называла меня сумасшедшим, потому что я буквально стал настоящим христианином». И Бог призывает вас стать Его учеником. Он поможет вас Духом Святым. Он будет использовать вас силой Духа Святого. Иисус призывал простых людей, рыбаков, и Он сказал, «Сейчас иди и проповедуй Евангелие другим. Твой отец ждет, твои соседи ждут тебя, и ты пойдешь к ним, и ты скажешь, Бог может исцелить тебя, Бог может спасти тебя, Бог может изменить тебя, и вы будете используемыми Богом. Но вам нужно выйти из вашей зоны комфорта, потому что вам так удобно, вы думаете о вашей семье просто, о вашем бизнесе, о ваших деньгах. Но выходите. Иисус говорит, «Приди, и я пошлю тебя». Вы слушаете голос Божий сегодня? Вы хотите быть наполненными Духом Святым? Пожалуйста, встаньте. И это самое важное время сейчас, потому что Бог призывает вас и меня, чтобы вы вышли из вашей зоны комфорта. И я хочу попросить вас, что вы ответите Богу после того, как вы услышали это сообщение. «Может быть, сегодня вы говорите, я болен, я не могу, я не способен, но вам нужно выйти по-любому». Просто подумайте, когда эта женщина была исцелена, она была в самом конце, Иисус увидел ее, Иисус призвал ее, Иисус сказал, «Женщина, ты освобождаешься от своей болезни, ты свободна от твоей болезни, от твоей немощи». Обратите внимание, когда Иисус сказал, что «ты свободна, но ничего не случилось еще». Обратите внимание, она не чувствовала себя свободной, она не выглядела свободной, но ей нужно было принять слово от Иисуса. «Ты освобождаешься от своей болезни». И сегодня мы получаем слово. Держите это слово в своем сердце. Потому что первое, что Иисус дал ей это слово, и что Иисус делал, стих 13, «И затем Он возложил на нее руки, и сразу же она выпрямилась и стала славить Бога. Она ходила скрюченной, она не могла выпрямиться. Она получила слово, Иисус сказал, «Ты освобождена». Но она оставалась такой же. Но после того, как Иисус возложил на нее руки, что случилось? Она выпрямилась. Вы получили слово от Господа, просто слово. Но Господь прикоснется к вам. Аминь! Кто получил слово? Закройте ваши глаза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok